Как ты оцениваешь старт Спартака в этом сезоне? Как ты оцениваешь старт Спартака в этом сезоне? Как ты оцениваешь старт Спартака в этом сезоне? Ведь никогда не поверишь, что разница в классе между «Зенитом» и «Спартаком» такая, какая отразилась на табло? Да, в принципе, нет никакой разницы. Просто после второго пропущенного гола они забили пенальти, и это, наверное, сломало игру. И пропустили сразу третий гол такой обидный, можно сказать, Широков такой сумасшедший гол забил. И сломалась игра, я считаю, где-то, может быть, психологически надломились. Ну, произошло то, что произошло. Наверное, давно забыть пару. Скажи, пожалуйста, а вот есть разница для игроков в поражениях, скажем, с таким счетом, и в поражении, какое случилось с командой в последнем матче против «Локомотива», когда, в общем, очень обидно было? Поражение, конечно, всегда обидно, но поражение 5-0, оно, наверное, в пять раз обиднее, чем поражение 1-0. Ну, в принципе, наверное, психологический такой момент, но разницы, наверное, нет никакой. Что 1-0, что 5-0, все равно очки потеряете. Ты очка потеряете, в любом случае, да. У Спартака появилась, если я прав, мне кажется, у Спартака сейчас появилась проблема вторых таймов. Если при Валерии Карпине команда зачастую выдавала не очень удачный первый тайм, но потом прибавляла в игре, то в несколько последних матчей мы видим обратную тенденцию. Команда и в Стамбуле, и в Грозном, и против «Локомотива» контролировала игру в первые 45 минут, но после перерыва что-то происходило. Вот что? Да, в первом тайме контролируем игру, во втором тайме я не могу сказать, что не контролируем игру, просто допускаем грубые ошибки сами. Что с «Локомотивом», что с «Териком» пропустили 4 гола, 3 из них со стандарта. Вот, ну а так, в принципе, команда нам ничего такого опасного не создали. Вот, надо просто избавляться от собственных ошибок, и все будет нормально. Галы со стандартов – это следствие потери какой-то секундной концентрации, или все-таки недостаточного разбора игры соперника, то есть недостаточного знания его сильных сторон? Ну, в нашем случае это, наверное, потеря концентрации. Скажи, пожалуйста, вот немножко непонятные действия, когда «Локомотив» забил второй мяч, вся почти линия обороны стала выполнять искусственный офсайт, а Дима Камбаров задержался, вот, наверное, не пошел. Что произошло, вы обсуждали потом этот эпизод? Допустили даже не тактическую ошибку, а такую, можно сказать, грубую ошибку у нас получилась, то, что мы друг друга не поняли все. Первый раз Самедов должен был подавать, не подал, вот, мы все вышли. Вот, и Дима подумал, что второй раз он будет подавать, и мы все побежим назад. Вот, и получилось, что он один побежал назад, а все вышли. Вот, так что у нас неразбериха между собой получилась. А тут языковой барьер, как ты считаешь, мешает, учитывая, что там кто-то по-русски говорит, «Совральзе», я так понимаю, не знает языка? Да нет, я думаю, языковой барьер тут вообще не мешает, там, язык футбола, он един. Вот, ну, просто неразбериха. Хотел вот еще спросить, в продолжении темы языкового барьера, не секрет, что важным козырем тренера является психологический настрой, умение мотивировать команду. И, например, тот же Валерий Карпин не раз в перерывах матчей, как я понимаю, вносил коррективы, именно пользуясь вот этим своим умением. Я так понимаю, что у Найи Эмири все-таки сложнее в этом плане работать с командой, потому что, ну, когда ты настраиваешь команду через переводчика, что-то все-таки теряется. Вот, эмоции немножко уже не те. Или здесь нет такой серьезной проблемы? Потому что тренер у нас эмоциональный, он все показывает на руках, на ногах, жестикулирует. Ну, и, в принципе, такие бытовые фразы мы уже сами, наверное, на испанском языке все понимаем. Вот, футбольный. Ну, то, что не понимаем, то, что надо объяснить на доске, тактически нам уже переводят. А чем вообще Эмири тебя удивил вот за время работы в «Спартаке»? Были какие-то откровения? Ну, в принципе, пока такого не было, чтобы чем-то сильно он удивил. Ну, не знаю, мне нравится, как тренер. То, что команда теперь перед домашними матчами ночует не на базе, а приезжает в город и ночует в гостинице. Вот, кстати, тут же хотел бы поинтересоваться, а родные и близкие могут приезжать в гостиницу? Вы можете проводить время? Это заезд перед игрой на базу, поэтому родные и близкие не могут к нам приезжать. Но вот эта вот практика, она гораздо удобнее, я считаю, для футболистов, так как с базы ехать на игру там час-полтора минимум, а с гостиницы, где мы живем, там 10-15 минут. Поэтому мы можем дольше отдохнуть, дольше подготовиться и плюс ко всему всего лишь на 15 минут ехать. Но ноги не затекают на автобусе. Ну, в общем... Вы приветствуете, да, это новое видение? Ну, это удобно, да. Мы из «Динамо», когда в «Динамо» играли, то же самое не с базой ездили, а в гостинице жили. Ну, до стадиона вообще там 3-5 минут. Ну, кстати, вот последнее место «Динамо». Это сюрприз, наверное, главный пока этого чемпионата. Вот со стороны, как тебе видится... Какими тебе видятся проблемы эта команда? Не чужой для тебя, кстати. Ну, да, «Динамо», конечно, удивительно сейчас находится на последнем месте. Никто, наверное, не ожидал, в том числе и я. Вот. Наверное, хотелось бы, чтобы она повыше все-таки была. Ну, я не знаю, какие там у них сейчас могут быть проблемы. Я в коллективе сейчас не нахожусь. У тебя нет знакомых там сейчас? Нет, у меня есть друзья, но они особо так ничего не говорят, в принципе, как бы. Ботовая работа, ну, не знаю, что-то происходит. Может, не факт какой-то, может быть, еще что-то. Кирилл, не очень, может быть, приятная тема для любого футболиста – это травмы. Вот у тебя, я еще помню, когда ты только перешел в «Спартак», твой дебил состоялся только спустя три месяца после подписания контракта из-за проблем медицинских. В этом году тоже не все гладко со здоровьем. Здесь о чем-то можно говорить, о какой-то тенденции, или это стечение обстоятельств каждой травмы? Да нет, ну, в принципе, травмы разные у меня были, когда перешел «Спартак» и сейчас. Ну, я думаю, что, возможно, это из-за перехода с искусственного покрытия на естественные, а не наоборот. Ну, не знаю, сейчас все нормально. Фу-фу-фу, надеюсь, дальше так будет.